По собственному признанию Ольги Ватуриной, если бы не семья, она бы, наверное, вообще не уходила из галереи. Ведь для нее это не просто работа, а источник радости, творчества, вдохновения и места перезагрузки. Да и дом ее находится в шаговой доступности. Из окон квартиры открывается прекрасный вид на фонтаны галерею. Первое детское художественное впечатление Ольги было связано именно с музейным пространством, когда картины, гораздо больше самой девочки, висят на стенах. Все начиналось с портретной живописи 18 века. И в овалах портреты, которые выписаны настолько, что вот прям как будто бы там веночка там трепещет и кровь стучит. Вот так вот все было натурально. Это первая встреча с живописью. А потом, начало 19 века, мы переходим из зала в зал. Потом уже все звезды 19 века и Азовский с его большими просторами, кораблями и морями. По мнению Ольги, детям лучше всего давать в галерее свободу, чтобы они сами могли выбрать то, что им больше по душе. Постоять и понаслаждаться той картиной, которая им понравилась. Не надо рассказывать ребенку, это елка, это дом. Он сам все, если и не понимает пока, то чувствует. Для самой Ольги самое яркое художественное впечатление детства – это не стиль определенного художника или его колористикой, даже не жанр, а композиция картины, то, как сочинена работа. Меня почему-то вот привлекал зал голландской живописи зарубежное искусство, ну, скажем так, 18-го, 17-го, 18-го века. Такой зал в Пермской художественной галерее есть. И там были представлены очень большие работы, и моя любимая работа – это пир Бобового короля, который, ну, просто вот огромный, на всю стену. Это мои детские ощущения, конечно, она, ну, компактнее, есть картины гораздо больше по размеру. Но там сюжет, там разные персонажи, и там волшебная игра, в которую я, как ребенок, верила, ну, просто абсолютно. Потому что печется пирог, запекается Боб, и среди приглашенных на торжество разрезается пирог и выбирается король праздника. Это тот, кому достался кусочек вот с этим, с этим запеченным Бобом. Ольга, представляя себя на месте приглашенного гостя, очень переживала, сможет ли она понять, что именно ей попался в куске пирога Боб, и не подведет ли других участников праздника, если не узнает его по вкусу. Маленькая Оля всегда была очень активной и быстрой, так что эти переживания были не беспочвены. Из-за стремительного ритма жизни девочка вполне могла не почувствовать запеченную начинку. Ольга все свои детские впечатления вмещает в слово «золотое». Когда тебя все любят, ты все любишь, и вообще у тебя все хорошо. В школе ей, например, нравились абсолютно все предметы. Я вот как в том стихотворении драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. Ну, за кружок по рисованию тоже все голосовали. Вот это как раз про меня, можно сказать. Я очень любила всегда учиться. И наши учебники тоже были с картинами, с репродукциями картин. Я не знала в детстве, как сложится моя жизнь. И в пятом, например, классе я хотела стать археологом. То есть совсем далеко. После восьмого класса мы учились 10 лет. После восьмого класса, когда другие наши одноклассники выбирали уже себе профессию, а мы знали, что мы останемся в школе и будем учиться 10 классов, нас впереди ждет институт, то меня ждал, конечно же, институт, связанный с прикладной математикой. Вот так все быстро менялось в жизни Ольги, пока она не услышала волшебное слово «дизайн», который чудным образом был связан с соседним Свердловском. И неважно, что выпускница толком не понимала, что это такое, она тут же загорелась желанием поступить на факультет дизайна архитектурного института. Однако мечте не дано было осуществиться. Семья Ольги никак не готова была с ней расстаться, и она, как ответственный ребенок, осталась в родном городе ровно на год, поступив в Пермский политехнический на факультет авиаприборостроения. Я очень дружу с техникой, это все мне помогло в жизни. Я люблю технику, я в этом, ну, конечно, я не берусь чинить машину или что-то такое серьезное, но меня не пугает это, по крайней мере. И мне это так нравилось, гироскопы, это такие приборы, которые определяют положение самолета в пространстве относительно земли, тем более, что это была профессия моего отца. Ну, вот через год я сдала на пятерку историю и вышла из кабинета, зашла в соседние и написала заявление, чтобы ехать в Свердловск и, ну, вот за своей мечтой. Правда, мечта эта оказалась гораздо дальше, чем предполагала Бетуренко. Зато именно Свердловск стал тем стартовым местом, которое затем привело Ольгу к занятию искусствоведением, той художественной средой, на которой она повзрослела. Она легко поступила на фиктуру, но, поскольку не хватило всего полбау на дизайн, пойдя на поводу юношеского максимализма, тут же забрала документы. В конце концов, она оказалась в Нижегородском университете имени Лобачевского на факультете истории теории культуры, культурологии. Да, путь Ольги к профессии был непростым и нелегким, но все эти перипетии складывались в копилку жизненного опыта и затем пригодились в работе. Когда уже вот в Нижнем Новгороде я училась, да, мне было очень легко уже учиться. Я уже так много всего знала, и я уже к этому времени уже пришла здесь, в Сарове, тогда полувыставочный зал, и я начала работать. И это так здорово, когда ты свои знания можешь не когда-то там вот потом применить, а здесь и сейчас и сегодня. Тем более, что с музейным делом, ну не учат же вот прям вот вести экскурсии, да, вот так вот. Это все здесь нужно, здесь много-много-много составляющих, которым ты учишься, которым ты приходишь, которые и в тебе слой за слоем копятся для того, чтобы рассказать зрителю о художнике, которого он вот только сейчас увидел. Наша Саровская художественная галерея росла вместе со своей заведующей Ольгой Ватулиной, ведь они вместе уже почти 14 лет с самого ее открытия. Как-то так совпало, что пока она была сосредоточена на учебе, создание нового художественного пространства в городе было на уровне разговоров. В 2004-м Ольга поступила в аспирантуру и уже в 2008-м въехала в здание галереи, и теперь, по ее собственному признанию, занимается своим делом. Не скажу, что это было так естественно, так, мне кажется, правильно, что нужно этим заниматься. Вот, и я в свое время думала, что я в выставочном зале работаю, вот прям работаю-работаю, а когда появилась галерея, я поняла, что, конечно, задачи совсем другие, это уже два больших выставочных пространства сменной экспозиции, которые должны быть постоянно заполнены, в которых должны быть интересные выставки. Каждому мастеру холста и кисти очень важно найти своего вдохновителя, того, кто поверит в талант, предложит выставиться, представить широкой публике. Ведь главное назначение критики – не шашки на голову и камни на камни не оставить от работ, а помочь становлению мастера. По мнению Ольги, это касается не только профессиональных искусствоведов. Роль зрителей очень важна в творческой жизни художника, потому что насмотренность произведения тоже очень часто играет свою большую роль. И когда мы приезжаем в другие музеи и видим другие картины этого же самого художника, хотя выросли на одной коллекции, просто так интересно, я даже за собой наблюдаю. Так как я в художественную галерею в городе Перми приходила и очень полюбила ее уже во взрослом возрасте, и вот когда уезжаешь в другой город и попадаешь в другие музеи, ты понимаешь ценность коллекции, на которой ты вырос. Главный принцип, по которому Ольга Валентиновна выбирает художника, чтобы познакомить с ним соровчан – настоящий он или нет? Основной камертон – есть отклик или нет? Как с книгой. Посоветовал друг почитать. Вроде бы и друг грамотный, и книга известная, а не отзывается. Вязнешь на каждом предложении, а с другой наоборот – проглотишь за ночь. Художник не должен нравиться всем. Для каждого найдется свой зритель. Главное, чтобы это было искренне и по-настоящему. За годы работы у заведующей галереи выработались свои принципы приглашения мастеров для участия в культурной жизни города. Мы стараемся представить, не быть однобокими. Вот это, на самом деле, один из важных моментов, по которым вообще приглашаются художники. Потому что к нам невозможно просто так приехать. Поэтому приглашаем, конечно. Когда составляется план на год, естественно, редко, когда мы можем показать скульптуру. И в этом случае, конечно, когда появляется такая возможность, мы обязательно показываем. Ну вот, собственно говоря, за всю мою профессиональную жизнь здесь, в городе Сарове, три выставки скульптуры. Вот такой вот прям скульптуры было. Чистый. Другой принцип, конечно же, это круг художников, которые, на самом деле, как снежный ком, друг за дружечкой присоединяются. Мы узнаем других. Благодаря стараниям Ольге, горожане знакомятся с самобытными, интересными, яркими художниками из Нижнего Новгорода, Мурома, Пензы, Москвы. Конечно, не обходит она своим вниманием и саровских мастеров, устраивая мастерские, пленеры, персональные выставки, которые помогают художникам развиваться и двигаться дальше. У любой выставки своя концепция. И если картины развешаны определенным образом, то по-другому они развешаны быть не могут. Иначе не прочитается главная мысль, заложенная Ольгой Валентиновной. Именно тогда мы придумали с Сашей эту выставку, которую так тогда и назвали «Человек и кошка», потому что кошки уже тогда рождались у Александры просто с какой-то неимоверной скоростью, каких-то неограниченных размеров и против всех законов природы. Александра Маркова-Ерошек, чья выставка развернута в галерее, свою первую персональную выставку готовила год. И сейчас, получив мощный толчок для творчества, уже создала много новых работ. Ольга радуется успехам мастеров тому, что явилась своеобразным катализатором их профессионального роста. Она давно мечтала о своей собственной мастерской и, как практически все в жизни, успешно ее осуществила. Художники периодически собираются в галереи вместе и пишут любовно поставленные Ольгой натюрморты. А она часами может говорить о каждой работе. Ярко-розовый, желто-зеленый цвет, желтые наличники. Вы же прекрасно понимаете, что этот дом так не раскрашен. Ну вот как бы в жизни он так не раскрашен. Вообще, что за сюжет такой? Какая-то веранда, кусок веранды, стол, табуретка. Все же очень просто, абсолютно просто. Но за счет вот этого цвета, смотрите, как стало интересно. Это вот расхожая фраза, что художники так видят. Поверьте мне, они так видят. Горожане давно и горячо полюбили не только выставки, которые организовывает Ольга, но и акцию «Ночь музея», которую уже больше 10 лет ежегодно собирает огромное количество народа. Даже в этом году, несмотря на пандемические ограничения, зрителей в галерее было достаточно. Как же удается Ольге найти интересную тему, придумать и, главное, осуществить задуманное? Я, как и любой человек, черпаю силы из совершенно разных источников. Но всем источники разные, а название всему красота. И независимо от того, фильм это или это картина художника, или это скульптура, или это спектакль, или это книга, независимо от этого, даже разговоры иногда случайно услышанный на улице наталкивают на какую-то мысль, на какую-то идею, которая рождается. И вот когда идея рождается, вот это мне очень нравится. Вот уже 14 лет практически вся жизнь Ольги Ватулиной так или иначе связана с галереей. Даже все поездки, которые, если раньше были чисто для отдыха и развлечений, то сейчас тоже подчинены работе. В них она ищет новых мастеров и повышает свою насмотренность. Она вообще человек больших скоростей, поэтому прекрасно чувствует себя в больших городах. Однако пять лет назад по ее жизни появилось одно тихое, красивое и спокойное место, где можно перезагрузиться и отдохнуть от городской суеты. В нашей семье появился сливовый лес. Это наша дача, которую мы строим, которую мы ростим. Я никогда в моей жизни, я вообще никогда не жила в маленьком городе долгое время, большую часть своей жизни. И тем более не была в деревне. И для меня это был какой-то нонсенс просто. Я вообще не знала, что там люди делают, как там они живут, как это все устроено. И вот чуть больше пяти лет назад я провела три дня, трое суток. После чего появился сливовый лес. И он реально сливовый лес. Это мы сейчас его расчищаем. Он не случайно так называется. Это просто был изначально запрошенный участок, который был весь поросший сливовыми. И поэтому сливовый лес, вот так и осталось это название. Вот, но теперь там растут прекрасные розы, там цветут чудесные пионы. Все четыре натюрморта, которые писали этим летом саровские художники в галерее, украшены цветами из сливового леса. По ее собственному признанию, Ольга не очень любит цветы в вазах, предпочитая видеть их в природе. Но единственное, когда ей это нравится, если их пишут художники. Так что в этом году все совпало. И лес, и цветы, и картины. Многие горожане видят в галерее не только место, где можно посмотреть выставку интересного художника, но и увидеть хорошее кино, побывать на фестивалях, оценить дипломные работы выпускников ГИКа. Увлечение кинематографом у Ольги не случайно. По дороге я зашла на Свердловскую киностудию. Ну, оно там не очень по дороге, но, в общем, так получилось. Это все, в общем-то, в центре города находится и наш институт. Через полтора квартала университет уральский и через два квартала Свердловская киностудия. И меня позвали работать на анимационный фильм для англичан «As you like it», как вам это понравится. Англичане тогда снимали «Шекспириаду». И я была там художником, там я в титрах есть. И я там рисовала главного героя. Там главный герой Орландо. Вот этого юного молодого человека я как раз рисовала в этом фильме. Ольга Ватолина обожает проводить время в галерее, но, безусловно, ценит и любит свою семью. Сын Матвей не пошел по стопам мамы. Получив профессию программиста, он уехал работать в Нижний Новгород. И теперь бывает в Сарове, чтобы навестить родителей и сливовый лес. А еще погулять с семьей под ночным небом. Ведь Ольга Валентиновна прекрасно разбирается в астрономии и знает, где смотреть «Персеиды». Вот только загадать желание на падающую звезду у нее пока не получилось. Наверное, потому что они все и так осуществляются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова